Каждая капля имеет значение. Вода – элемент, составляющий нашу жизнь. Ежечасно мы расходуем десятки кубов воды. Она нам нужна, чтобы готовить, стирать и убирать. Чтобы жизненные процессы были в норме, человек потребляет полтора-два литра живительной влаги. Без неё мы перестали бы существовать. Вода, которая поступает в наше жилище, проходит несколько степеней очистки. Никто не готов платить за воду с душком, а тем более её пить. Качественная вода стоит денег. Что делать, чтобы деньги не утекали сквозь пальцы? Один из способов – уменьшить потребление в пределах своего дома. Раньше вообще не был вопрос, в принципе, о том, что нужно воду экономить. Такой вопрос не был вообще актуален, никто об этом не задумывался, наверное. Сейчас же, особенно в Европе, вода очень дорогая. У нас на сегодня так получилось, что мы ещё об этом не думаем, наверное. Об этом есть плюс пока что. Но тем не менее, что мы уже можем пользоваться продуктами, которые могут экономить воду. Как приятно постоять под тёплым душем после трудового дня и при этом не думать, сколько воды, а с ней денег попало в канализацию. На первый взгляд, этот массивный душ кажется неэкономичным. Но это не так. Экономия происходит за счёт смешивания воды и воздуха в душевом диске. Воздух втягивается через отверстия и смешивается с поступающей водой. Около трёх литров воздуха приходится на каждый литр прозрачного вещества. В минуту такой душ пропускает от шести литров живительной влаги. Такое потребление воды небольшое. Идёт за счёт того, что вода подаётся, смешанная с воздухом. То есть, если вы видите, на верхнем душе есть отверстие, через которое всасывается воздух. И вода идёт, смешанная с кислородом, один к трём. То есть всего на один литр воды подаётся три литра воздуха. За счёт этого вода идёт, обогащённая кислородом. Вода распределяется равномерно по всему диаметру верхнего душа. И вода идёт эффектом дождя, как вы будете принимать верхний душ, словно под летним дождём. Экономить воду можно в смесителях, используя всё тот же приём подмешивания воздуха в струю воды. За это отвечает аэратор. Его легко установить и стоит копейки. Задача встроенного ограничителя в кране – реагировать на изменение давления и поддерживать расход воды на низком уровне. Используя такие приёмы, можно экономить до пяти литров воды в минуту. В обычном режиме на мытьё рук расходуются до десяти литров в минуту. Экономия воды происходит на самом деле только лишь за внутреннего механизма продукции. То есть в смесителях очень качественные и дорогие картриджи, за счёт которых происходит экономия и смешивание воды. Существуют смесители, в которых потребление воды составляет два с половиной литра в минуту. Но на нашем рынке Казахстана такая продукция на сегодня ещё не востребована, так как для нас не столь ещё дорога вода, как в Европе. Несколько советов из повседневной жизни экономии воды дома. Например, не оставляйте экран постоянно включённым, когда бреетесь или чистите зубы. Вы теряете от пяти до двадцати литров в минуту. Экономичнее использовать ёмкость с уже набранной водой. Чтобы наполнить ванну требуется сорок литров. Расход воды в душе за три минуты составляет 18 литров, почитали эксперты. Большая доля потребления воды, примерно 35 литров на человека в день, приходится на слив. Установка унитаза с системой двойного слива практичнее. Экономия в данном случае происходит в том, что есть двойной смыв, есть малый смыв и большой смыв. И, конечно же, используя малый смыв, вы тратите меньше воды. Домашняя техника, стиральная и посудомоечная машины потребляют значительное количество воды. При покупке обращайте внимание на класс эффективности. Выбирайте модели А+, или А2+. Они экономят не только воду, но и электроэнергию. Это и будет ваша лепта в защиту окружающей среды и экономия собственных средств. В Калифорнии запущена самая мощная в мире солнечная электростанция. ТОПОС «Соларфарм» обеспечит энергией свыше 160 тысяч домов и промышленных предприятий региона, а также позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу как минимум на 380 тысяч тонн в год, что замедлит глобальное потепление и улучшит экологию. Строительство станции началось два года назад и обошлось в 2,5 миллиарда долларов. Расположена она на площади в 9,5 квадратных миль, на которой размещено 9 миллионов солнечных панелей. Мощность станции составляет 550 мегаватт. Крупнейшей в мире ТОПОС «Соларфарм» будет недолго. На будущий год запланирован пуск аналогичной фотоэлектрической станции, постройка которой ведется в рамках того же проекта. В Англии появился биоавтобус, который ездит на пищевых и человеческих отходах. Такое топливо гораздо более экологичное, чем дизельное. Автобус, рассчитанный на 40 пассажиров, заправляется благодаря очистительным сооружениям Бристоля. После фильтрации источных вод и пищевых отходов вырабатывается газ. Биоавтобус при полной заправке способен проехать до 186 километров. Его двигатель внутреннего сгорания производит на 30% меньше углекислого газа, чем обычный дизельный аналог. Баки со сжатым газом находятся на крыше автобуса. Для получения биометана используется процесс анаэробной переработки, после чего из него выводится углекислота и добавляется пропан. Представьте себе, что случится, если на всей планете отключится электроэнергия. Последствия могут быть катастрофическими. Перестанет функционировать связь. Диспетчеры не смогут оповещать самолеты. Произойдут аварии на железной дороге. Реанимационное оборудование для спасения жизни и тяжелых больных. Окажется абсолютно бесполезным. Дороги, дома, школы останутся без света. В такой ситуации будут властвовать хаос и тьма. Отечественные ученые знают, как избежать электрического коллапса. В испытательной лаборатории технопарка Назарбаев университета установили трехфазную двухцепную линию электропередачи. Поставили трансформатор и шесть опор с тросами. А самое главное, оснастили конструкцию специальным прибором. Каким пока не разглашают, но уверяют, очень простым. Задача изобретения – защитить воздушные линии электропередачи от магнитных бурь и молний, которые могут привести к товаре. Вот эта линия позволяет бороться с геомагнитными бурями. Геомагнитные бури, которые вызываются вспышками нашего Солнца, могут привести к непредсказуемым последствиям, которые на сайте НАСА очень хорошо написаны. И Академия наук США, опять же, совместно с НАСА разработали проект, который только мониторит состояние солнечной короны, мониторит состояние солнечной активности, проявлений солнечной активности на Земле. И как результат выдает сигнал про отключение. Два метода борьбы всего-навсего есть. В нашем случае вот эта линия позволяет избежать влияния солнечной активности и абсолютно нормально работать. Одно из интересных свойств линии электропередачи, которую мы здесь реализовали, это защита от мощных электромагнитных импульсов и от геомагнитных бурь. На простом языке, в качестве примера электромагнитного импульса, может быть удар молнии. Удар молнии, который происходит рядом с линией электропередач, генерирует в проводах, из которых линия электропередач состоит, токи, которые, проходя по линии электропередач, каскадно выжигают все трансформаторы, которые стоят вдоль этой линии. И понятно, что это гигантская проблема. Сегодня в США высоковольтную линию электропередачи, питающую Лас-Вегас, обслуживают с воздуха с помощью вертолета. Если эту систему отключить, Южная Невада погрязнет во тьме. По проводам проходит ток силой в полмиллиона вольт. Этого достаточно, чтобы приготовить омлет. Именно под таким напряжением приходится работать заокеанским электриком. В их специальные костюмы вплетена нержавеющая сталь, которая служит защитой от тока. Группа ученых из Назарбаев университета научилась перенаправлять ток в линиях электропередачи. К примеру, электричество передается по шести тросам, но с помощью придуманного ноу-хау его можно отправлять потребителю по двум линиям. При этом никакого дефицита энергии конечный получатель не ощутит. Это дает мне возможность решать задачу оптимальным способом передавать энергию из энергонасыщенных районов в энергодефицитный район. Что немаловажно, и в Казахстане это одна из проблем существующих. Казахстанское изобретение поможет справиться и еще с одной проблемой – обледенением высоковольтных линий. Технологии современности, чтобы лед растаял, линию обесточивают. Это значит, пока идет работа, у кого-то в домах нет света. Изобретатели придумали новый способ, гарантирующий комфорт потребителям. И вот он, лабораторный пример. Лед на проводах создали с помощью жидкого азота. Тепловизор проверяет уровень нагрева линий. В течение буквально 3-4 минут температура провода может достигнуть 250 градусов. Чтобы новая технология заработала на высоковольтных линиях, достаточно дооснастить уже существующие, говорят эксперты, так как все комплектующие казахстанские, а значит, по цене выходит недорого, утверждают разработчики. Сегодняшний проект как раз-таки пример того, как мы успешно реализовали совместный проект с компанией «Этечественная», которая обладает разработками в сфере традиционной энергетики. Телевизор, стиральная машина, компьютер, чайник, кондиционер, телефон. Список используемых ежедневно-ежеминутно электроприборов можно продолжать и дальше. Будни современного человека без них некомфортны. Правда, в лозунг «Да будет свет» никто уже не вкладывает прежнего смысла. Да и экономить электричество стремятся лишь единицы. Вот так, с легкой подачей технического прогресса мы очутились в обществе потребления. Привыкли тратить энергию попусту и помногу. Чем оборачивается такая бесхозяйственность? Ответ скрыт в фактах, причем доказанных. 100 75-ваттных ламп за час сжигают несколько килограммов нефти и угля, в добычу которых вкладывается колоссальное количество сил и средств. Уменьшить расходы электроэнергии можно сразу в пять раз. Достаточно всего лишь заменить простые источники света на энергосберегающие. Когда мы говорим о лампе накаливания, то 95% электроэнергии уходит на тепло. И всего лишь 5% на освещение. Мы имеем очень кучу различных энергосберегающих ламп, которые могли бы нам обеспечить эту экономию. Есть различные энергосберегающие, как это компактные леницентные лампы, так и светодиодные. Вот здесь существуют такие компактные леницентные лампы, такого фасона, вот такого фасона. Но если это более направленная сфера, то это дает такой же рассеивающий свет, как и лампы накаливания. Кстати сказать, светоизлучающие устройства, именуемые в народе не иначе, как лампочками Ильича, мощность которых превышает 25 ватт. Согласно казахстанскому законодательству, запрещены к продаже и производству. Правила действуют с начала года. И хотя цветопередача у ламп накаливания правильная, как у солнца, в сроках службы зачастую не дотягивает до положенных по параметрам тысяч часов. Чего не скажешь об энергосберегающих устройствах. Они светят в 10, а то и в 15 раз дольше. Среди множества известных вариантов, газозарядных, натриевых, люминесцентных, абсолютными лидерами сегодня признаны лампы светодиодные. Они абсолютно безопасны, не содержат никаких твердых металлов, такие как ртуть. То есть они абсолютно безопасны для жизнедеятельности человека. Также их большое преимущество – это их срок службы. То есть если мы говорим о энергосберегающих лампах, это 8-12 тысяч часов, то светодиодные лампы – это порядка 15-30 тысяч часов. Потребляет электроэнергии в 5-10 раз меньше, чем лампа накаливания. На освещение приходится основное потребление электроэнергии на Земле. Говорят ученые, в Казахстане на свет в домах и на улицах ежегодно расходуется порядка 10 гигаватт. На треть эта цифра должна уменьшиться через 5 лет, если в стране, наконец, начнут экономить. По крайней мере, на это надеются в проекте ПРООН. Первые сдвиги уже есть. Например, говоря о общей домовом освещении, которое необходимо будет заменить всего дома, подъезды, пролеты, проходы, освещение снаружи, которое над подъездом, могу сказать, что там экономия, если мы провели такой пилотный проект в Караганде, мы сэкономили 56 мегаватт в час в год или около 770 тысяч тенге в год. В среднем каждый казахстанец тратит примерно 2 киловатт часа в день. В два раза меньше расходует экономный житель. Ученые подсчитали, что за последние 30 лет каждый отдельно взятый гражданин страны стал потреблять в 12-15 раз больше электричества. Нам нужна энергия, чтобы вершить индустриальную революцию и жить в унисон с комфортом. Средний счет одной семьи в месяц включает 300 киловатт в час. У нас очень низкий тариф, и поэтому у нас и вот эта система энергосбережения немножко не дает сбои, но при этом том, что все равно тариф у нас ежегодно повышается. Мы провели в прошлом году социологическое исследование и пришли к тому мнению о том, что население, где-то около 70% понимает, что такое энергосбережение, и относится его достаточно положительно. И около 55-60% даже знают, что такое энергоэффективное освещение. Но когда мы уже уходим более детально, уже глубже о том, какие энергосберегающие технологии существуют, какие типы ламп, то они уже путают. Они говорят, что есть энергосберегающие лампы, это колорелки и светодиодные. Хотя это одно и то же. И все же тем, кто решил экономить энергию, оставить расточительность в прошлом, специалисты рекомендуют научиться управлять освещением. Что это значит? Это использование датчиков движения. Простой пример, если мы говорим о подъезде, о жилом доме, мы входим в подъезд и загорается свет. Не нужно, чтобы он горел постоянно, он включается именно в тот момент, когда проходят люди. Пример правильного света демонстрируют казахстанцам единственный в стране центр энергоэффективности. Сами светильники подобраны очень эргономично, во-первых. Во-вторых, подобраны такие светильники, которые имеют очень высокий КПД светопроводности, которые дают возможность минимум расходовать электрическую энергию. Ну вот, да, нам здесь представлены такие светильники. К сожалению, это оборудование мы вынуждены были использовать иностранного производителя, но мы надеемся, что в ближайшее время наши производители будут адаптироваться под этот рынок и производить в Казахстане такое оборудование. Практичные европейцы научились экономить на любых коммунальных благах. К примеру, не стирают белье и не моют посуду днем, только ночью, когда действуют более дешевые тарифы. Отправляясь в технический рай за новым холодильником, выбирают приборы с самым низким классом энергопотребления. Безусловно, такой выбор стоит больших денег, но средства эти окупятся в будущем за счет экономии электричества, во что, к сожалению, пока не верят многие казахстанцы. Данный холодильник с самым низким потреблением электроэнергии – это А+. Соответственно, если рассчитывать по киловатту в год, потребляет данный холодильник 484 киловатта. А если был бы, например, другой холодильник класса ниже, например, идет после А, Б класса, они еще ниже С, либо G класса, то, соответственно, электроэнергии потребления было, соответственно, больше. Это в год начисляется 600 киловатт и больше. Как говорится в пословице, скупой платит дважды. Если покупатель покупает данный холодильник ниже класса, соответственно, он теряет свои деньги за счет счетов данной электроэнергии. И еще один простой пример. Если выключать свет в коридорах и комнатах, который горит без надобности в одной квартире, потребитель может сэкономить 15 тысяч тенге в год. А в атмосферу не попадет 400 килограммов выбросов углекислого газа. Самое простое правило, уходя гасить свет, у нас в настоящее время очень актуально. Еще в советских времен, когда мы получали очень дармовую, можно сказать, электроэнергию, в это время у нас стало на более эффективным. Потому что все-таки электроэнергия у нас очень постоянно все дорожает и дорожает. И энергопотребляющие ресурсы мы используем все больше. Это угля, а выбросы получают все больше и больше. Поэтому даже если один человек, каждый из нас это сделает, выключит свет, мы принесем очень большую веру в экологию.